Привет, это Руслан Шевединов. Сегодня я покажу вам такого стереотипного бандоса из 90-х, который контролирует целый город и который, конечно же, сейчас депутат. Здарова, бандиты. И, конечно же, в теплых отношениях с Путиным. Прости мне. Прежде чем отправимся в мир роскоши и криминала, прошу вас поставить лайк и поделиться этим роликом, чтобы как можно больше людей увидели, что люхи 90-е никуда не делись. Они просто взяли власть в стране и правят ей уже больше 20 лет. Давайте начинать. Депутат Владимир Плотников — человек с интересной биографией. Сейчас депутат, горячо любящий Владимира Путина. Начинал свой путь он так. В 89-м году получил 6 лет за вымогательство 5000 рублей. Вышел на свободу по амнистии вскоре после августовского путча 1991 года, отсидев почти 3 года. В свое становление Плотников связывает со спортом и знакомством с вором законе Якутенком. В интервью газете «Звезда» он рассказывал о том, что был дружен с криминальным авторитетом до своей посадки. А что касается спорта, то с 2000 года он председатель Совета Федерации дзюдо родного Пермского края. Как вы помните, любовь к власти и дзюдо в нашей стране — штука нередкая. Через Федерацию дзюдо он познакомился с братьями Рутенбергами, а те, соответственно, познакомили его с Путиным. Вхождение в мир бизнеса спортсмен Плотников начинал с крышевания торговцев на рынке и киосков. Игры в наперстке, а первое серьезное предприятие, по данным СМИ, стала для него контрабанда «Пил Дружба» завода имени Держинского с Республик Советского Союза в страны Западной Европы. В 2005 году он пошел во власть и впервые избрался депутатом. С тех пор все обратили внимание на этого эксцентричного депутата. Плотникова называют королем Перми. Его бизнес-интересы в регионе повсюду. От ресторанного бизнеса до медицины, от порта до молочного завода, от нефтебазы до кинотеатров — все в Перми принадлежит ему. Его Величеству — депутату Плотникову. Главный его актив — Камкабель, один из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в России. С начала 90-х производственное объединение Камкабеля изготовляло и отгружало потребителям более 20% кабелек-проводниковой продукции, производимой всеми предприятиями отрасли бывшего СССР. Это предприятие являлось основным активом Владимира Плотникова. До 2016 года владельцы были спрятаны в офшорах. В 2016 году состоялось раскрытие акционеров. На сегодняшний день кабельная империя Плотникова представлена тремя основными юридическими лицами. Ему же принадлежит и крупнейший девелопер в Перми — ресторанный бизнес и огромное количество земли по всему региону. Общая выручка его компаний составляет несколько десятков миллиардов рублей. В его собственности 8 земельных участков площадью 18,5 тысяч квадратных метров. Два жилых дома — 938 квадратов. Пополам с супругой депутат владеет квартиркой в Испании — 118 квадратных метров. Кроме того, ему принадлежит Rolls-Royce и Lada. Супруга депутата задекларировала скромные 2,2 миллиона рублей. Она владеет 7 земельными участками общей площадью 13,7 тысяч квадратных метров, двумя жилыми домами — полторы тысячи квадратов, и двумя помещениями, и двумя квартирами. В собственности также находятся три машины — Bentley, Porsche Cayenne S и Porsche Cayenne. Любит жить с размахом наш депутат. На 50-летний юбилей Плотникова собрались 400 с лишним гостей, включая депутатов Гордумы практически в полном составе. Для этого был арендован стадионный комплекс на импадроме. Ведущим на юбилее был Дмитрий Губерниев. На сцене выступали известные российские исполнители. Николай Басков, Александр Маршал, Юлия Ковальчук и другие. А теперь давайте посмотрим на семейку этого успешного депутата. Его сын Рустам Плотников — бывший член Краевого младежного парламента. Сейчас назначен помощником президента Краевого фонда содействия правоохранительных органов Прикамье. Это такой фонд, который поддерживает местных силовиков. СМИ писали о загородном жилом комплексе, который принадлежит Плотникову-младшему и его семье. Старший сын Владимира Плотникова, не публичная персона, является совладельцем компаний, занимающихся подготовкой строительных площадок. Рядом компаний, занимающихся арендой и управлением имуществом, хлебзаводом и другим бизнесом. В этом году он вышел на рынок ремонта дорог и тут же получил большой подряд от государства. Александр Плотников, дядя депутата, и его сын Павел, то есть двоюродный брат депутата, также являются совладельцами нескольких общих активов и владельцами нескольких предприятий в самых разных сферах по всему Пермскому краю. Но это не главное. Сейчас будет интереснее. Посмотрите на его дочь, Софью Плотникову. Инстаграм молодой девушки показывает, что жить она любит красиво и не стесняется на показ демонстрировать эту роскошную жизнь. Посмотрите, дочь путинского патриота. Вот фотосессии с Викторией Боней. А вот она, сидя в Дубае, высказывается в поддержку войны. Она говорит, мы справимся со всеми трудностями. Россия самая сильная. Все эта ситуация сблизила. Мы стали еще большими патриотами. Пишет, эта путинская патриотка почему-то из Дубая, а не из Мариуполя, который она и ее отец так хотят уничтожить. А вот она в Вене. А вот гуляет по Хорватии со своим отцом. А вот гордится тем, что попала в швейцарские газеты. А вот мать Софии, жена депутата, Елена Плотникова. Ее инстаграм это просто стереотипнейший аккаунт про жену власть имущего. Посмотрите, вот она в Луи Виттон. Вот на Мальдивах. Вот жена депутата сдает в аренду своего львенка, который был куплен этим самым депутатом ей для развлечения. Львенок по кличке Тиффани. Поддержка тебе. А вот то, что меня искренне выводит из себя и злит. В своем инстаграме супруга депутата, который открыто поддерживает войну, демонстрирует всем, ехидно улыбаясь, как прекрасно она проводит время в Париже. Она не под санкциями почему-то, и она продолжает наслаждаться европейской жизнью. Вы просто посмотрите, что она пишет в своих социальных сетях. Этот ролик такой типичная история российского депутата. Сам наворовал, семейку обогатил, его жены и дети продолжают наслаждаться европейской жизнью, пока для россиян Европа становится закрытой. Поделитесь этим роликом, поставьте лайк, напишите комментарий. И самое главное, не молчите и не соглашайтесь. Нет войне и свободу Алексея Навального.